Всем большой привет! Меня зовут Оля, это мой канал о вязании, я вас очень рада здесь видеть. И сегодня мы с кошечкой хотим снять для вас видео с ответами на вопросы тега, который называется «Вяжу, не тужу». Да, вчера я посмотрела такое видео у Тани Равента Handmade, мне понравились вопросы. Насколько я знаю, Таня является соавтором также этого тега, и я оставлю внизу ссылочки на девочек, которые этот тег придумали. Ну что, давайте начнем. Сегодняшнее видео будет абсолютно развлекательное, в нем будет минимум какого-то смысла, но я вам предлагаю взять чашечку кофе или чая, или вязание, и давайте начнем отвечать на вопросы. Итак, первый вопрос звучит так. Вязание спасет мир, а лично вас от чего спасает вязание? Вы знаете, на самом деле это, конечно, звучит смешно, но вязание очень полезно и для здоровья, и вообще в целом для психики. Я тут недавно прочитала такую статью о том, что действительно, во-первых, вязание может нормализовать давление, может успокоить нервы, даже избавить от боли, ну или, по крайней мере, притупить вот это чувство боли. Так что, на самом деле, в этом занятии есть очень много полезного, и вообще, как я люблю повторять, вязание — это йога для мозгов. Ну а от чего лично меня спасает вязание, кроме всего вышеперечисленного? Я скажу так, вязание меня спасает от самого страшного — это от нереализованности. Потому что сейчас для меня из некогда хобби это дело превратилось просто практически в какое-то мое дело жизни, поэтому сейчас, да, для меня это очень важная составляющая жизни, поэтому, да, спасает меня от нереализованности и от необходимости ходить каждый день в офис на работу. Вот так. Так, следующий вопрос. Наверняка у вас есть еще увлечение между вязанием и чем приходится порой разрываться? Как я уже сказала, сейчас уже в вязании я не могу отнести к увлечениям, хотя, когда я вижу что-то для себя, то, да, это скорее вот как раз-таки увлечения, и здесь я скорее разрываюсь между тем, чтобы мне делать дела и повязать что-то. Либо, к сожалению или к счастью, но не все, что я делаю, это вижу. Есть еще какие-то другие дела, которые тоже необходимо делать, это какие-то и административные дела, и, в общем, ну вот все, что с этим связано. Поэтому часто мне приходится разрываться между тем, чтобы просто повязать или в свое удовольствие, или даже и не в свое удовольствие, не знаю, даже если это мне нужно, но также остальные дела будут стоять, поэтому здесь мне иногда приходится разрываться между тем, чтобы повязать и чтобы остальные дела тоже не остановились. Ну и также, это, конечно, не увлечение, но всякие разные домашние дела, уборка, готовка, да, все это тоже требует времени, поэтому вот между этим я и разрываюсь. Следующий вопрос. Предпочитаете повязать чинно с толком с расстановкой на одном месте или вязание всегда и вязание везде? Если я вяжу что-то для себя, что-то наподобие, не знаю, кардиган, какой-нибудь шарф, шапка, в общем, что-то, что, во-первых, вяжется достаточно просто, что-то, что я потом оставлю у себя, то я могу вязать везде, там, не знаю, в машине или где-нибудь в очереди. Ну, на самом деле, я не так часто это делаю, как показывает практика, хотя я часто беру с собой вязание, но как-то мне не всегда удается повязать, мне хочется как-то пообщаться с людьми, хочется прочувствовать настоящий момент, в котором я нахожусь. Вот, но если я вяжу игрушку, тем более, если я вяжу ее на заказ, то здесь вязание в дороге или где-то вне дома для меня сейчас неприемлемо. Ну, во-первых, это не гигиенично, я игрушки потом не стираю. Во-вторых, это не очень удобно, потому что, чтобы снять игрушку, мне нужно просто разложиться, и я сажусь за свой стол, и тут у меня и наполнитель, и иголочки, и булавочки, и маркеры для вязания, и ниточки, и глазки. В общем, это так много всего, что я либо сажусь за, занимаюсь этим за своим рабочим столом, либо я устраиваюсь тут на диване и все это раскладываю на журнальном столике. Вот так. Следующий вопрос. Вы скорее из тех, кто обязательно свяжет новый модный узор или вещь, или тренды, на вас не влияют, и вы вяжете, что нравится. Раньше я бы ответила, что я вяжу, что нравится, никаких трендов, я хочу быть такой особенной, но сейчас все-таки я прихожу к тому, что отчасти обязательно нужно как-то быть, знаете, вот в этой вот струе, на этой волне, и что-то обязательно пробовать из того, что сейчас актуально, модно. Ну, обязательно здесь тоже нужно смотреть, чтобы это вам откликалось, не нужно делать что-то, потому что это модно, да. Но если вы смотрите, да, что это популярно, это сейчас пользуется спросом, и вам это тоже нравится, почему бы не связать? Ну, как, например, вот эти вот сумки-авоськи, да. Я сейчас вяжу сумочку из джута, такую вот соломину, тоже сейчас это очень популярно. Что еще могу так навскидку сказать? Ну, наверное, какая-нибудь зефирная пряжа, тоже это такой своеобразный тренд. Ну, в общем, да, здесь нужно всегда слушать себя, если вам это откликается, то делать, почему нет? Поэтому я скажу так, 50 на 50, все-таки стараюсь не отставать. Так, следующий вопрос, сколько у тебя пряжи? Ответьте в матках, килограммах, упаковках, коробках, полках, стеллажах, диванах, балконах. Ну, в матках теперь я уже не отвечу, потому что это много. Вот за два года моего такого, два с половиной, скажем так, моей такой серьезной деятельности, у меня вот из вот такого количества это все просто разрослось уже в какие-то такие. Но в стеллажах нет, все-таки целый стеллаж пока моя пряжа не занимает, но давайте в коробках или вот в корзинках, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таких вот, наверное, корзинок, коробок, да, или две-три полки на стеллаже. Вот так, пока что так. Так, если наступает период, не хочу вязать, то с чем он чаще связан, по вашим ощущениям? Переключаетесь на другое хобби или просто ждете, когда отпустят? У меня не было такого периода пока что, ну ни разу, я вам честно говорю, что я не хочу вязать. Нет, такого не было. Может быть, это еще связано с тем, что у меня очень, во-первых, большой список того, что я хочу связать, и все мои проекты, они очень разнообразные. Ну, не хочу я сегодня взять собачку, ну, повяжу я себе шарф, не хочу взять шарф, повяжу кардиган. Не хочу кардиган, повяжу купальник, сумку, зайчиков из одной пряжи, из другой. Поэтому у меня нет такой именно вот монотонной постоянной работы, я каждый раз что-то новенькое пробую. И, ну, если вдруг мне нужно связать с ними, там, 30 собачек, ну, я просто их как-то разбавляю какими-нибудь другими проектами и вперемешку что-то еще вяжу. Вот, ну, а так вот, чтобы у меня прям совсем, знаете, отрезало желание вот вязать именно, вот как сам процесс, нет, такого не было пока что, к счастью. Так, сможете ли на ощупь определить состав пряжи? Ну, мне кажется, что в большинстве случаев в общих чертах, да, наверное, вот, мне кажется, что в большинстве случаев я бы смогла определить там хлоп, ну, как бы, именно вот в таких общих чертах, да, то есть там хлопок, акрил, шерсть. Вот, естественно, я не отличу там какую-нибудь альпаку или, что там еще бывает, какой-нибудь меринос, или там это вот, там, не знаю, полухлопок или хлопок, или это 30% акрил. Нет, но мне кажется, что сейчас уже вот в большинстве случаев, наверное, да, я примерно определю, хлопок это или акрил. Хотя, конечно, я думаю, что тоже могу ошибиться. Из-за чего может появиться желание взяться за спицы крючок? Ну, в моем случае крючок. Ну, либо я очень хочу себе эту вещь, как, например, я хотела вот там, не знаю, себе кардиганы или шапку. Я вот, я загорелась, мне хочется поскорее ее связать, мне хочется поскорее ее вам показать. Либо это игрушка тоже, которая возникла у меня в голове, и мне хочется скорее-скорее это все воплотить в жизнь, посмотреть, что из этого получится. Вот, наверное, такая вот какая-то мотивация, такой вот, такой сильный интерес и сильное желание довести вот этот проект до конца. Самые смешные, странные, сумасшедшие съемки готового изделия. Я думала над этим вопросом, но, наверное, я ничего такого оригинального или необычного вам не расскажу. Ничего такого не было. Когда у меня не было еще своего фотоаппарата, мы кооперировались с моими подружками, и они фотографировали меня с моими работами или просто мои работы. Мы ходили куда-нибудь в парк или вот там, не знаю, где-нибудь на природе, дома. Но это, конечно, это всегда сопровождалось таким очень приятным живым общением. Это было смешно, забавно. И единственное, что помню, когда я участвовала в марафоне Ярденфофан два года назад уже почти, там на одном из этапов нужно было связать варежки. И потом, когда я их фотографировала, я поехала к своей подруге, это была зима. И, в общем-то, там у нее такие есть красивые местечки, то есть там дровницы, да, какие-то такие вот елочка. То есть я, знаете, так помню очень долго, пока у меня уже руки не замерзли, стояла вот так вот, чтобы красиво показать свои вот эти вот варежки. Я стояла и так, и так. Но у меня есть даже фотография, я, может быть, ее вставлю вот куда-нибудь сюда. То есть как это все выглядит со стороны, если снимать меня полностью, а не только руки. То есть я там в такой раскоряченной позе все остаю, но чтобы вот руки были на каком-то красивом фоне. Вот такой момент. Так, есть ли сейчас у вас какие-то вязальные мечты, воплотимы ли они в жизнь? Предпринимаете ли вы что-то для того, чтобы их реализовать? Есть ли большие мечты, которые уже исполнились? Сейчас у меня есть мечта, я хочу связать красивую, ну или как, научиться дать красивую одежду. Именно в таком, знаете, стильную, современную, может быть, немножко в каком-то бохо-стиле. Я пока не могу найти мастер-классы или описание. Все, что я нахожу, я по таким очень скудным описаниям не могу связать одежду. У меня очень маленький в этом опыт, и я совершенно ничего не смыслю в конструировании. Для меня это очень сложно. Мне нужен прям вот максимально подробный мастер-класс, чтобы там был описан каждый шаг, как рассчитать. Но пока что я не могу такого найти. Все, что я вижу на просторах в интернете, какой-то одежды, мне это, к сожалению, не нравится в большинстве своем. Мне хочется какие-то такие, знаете, топы широкие на тонких бретеликах, может быть, какие-то такие объемные туники. Однажды, когда я, опять же, участвовала в Yarn for Fun марафоне, там в одном из этапов нужно было связать свитеры. Вот одна девочка там связала такой потрясающий свитер крючком, просто, ну просто загляденье. Я ей написала, можно ли у нее как-то купить описание. Она сказала, что нет, она просто вязала на глаз. Для меня это сложно, я не понимаю, как это все сделано, как делать вот этот вот V-образный вырез, скосы на рукавах, проймы, вот как делать убавки-прибавки. Выкройку для меня это сложно, вот я мечтаю освоить этот вот момент. И да, я хочу классный свитер, я хочу тунику, я хочу топы, футболки, но чтобы это было современно, чтобы это выглядело, ну действительно, стильно. Вот. Какая мечта осуществилась? Я связала первую большую вещь для себя, это кардиган. Да, он очень простой, он очень несложный. Оставлю ссылочку на 4 серии этого реалити-шоу. Как я вместе с вами вязала этот кардиган. И да, для меня это большое достижение, потому что я не могла вот 2 года себе ничего связать. Я пробовала, свитер пробовала, топ, я все это распускала, у меня не получалось. И вот наконец-то у меня вещь получилась, пусть даже не идеально для первого раза, но все же я ее с удовольствием ношу. Я считаю это такой своей маленькой сбывшейся мечтой. Так, а если вы вязали на улице или в общественном месте, какие самые нелепые, смешные вопросы получали или смешная ситуация возникла? Знаете, я наверное вспомню такую историю, она не совсем смешная, может быть даже кому-то показаться такой обидной и неприятной. Однажды, какое-то время назад я принимала участие в ярмарке-выставке в торговом центре. По-моему это было под Новый год. Вот, и значит, по-моему я сидела вязала, вот ну за своим столом, и мимо проходил мужчина с дочкой, с маленькой, ну может быть ей было лет 7, и он ей сказал, ну так что я это тоже услышала, может быть он это специально, может быть нет, не знаю. Он ей сказал, вот посмотри, будешь плохо учиться, вот так же навяжешь игрушки и будешь сидеть торговать. Значит в тот момент меня как будто просто пронзила какая-то молния, мне было конечно неприятно, но потом, немножко проанализировав эту ситуацию, я поняла, что ну человек просто не в курсе, человек просто не знает вообще чем я занимаюсь, как устроена моя жизнь. И что на самом деле очень легко это все обесценить, и очень часто, я думаю, что девочки, которые тоже занимаются созданием чего-то своими руками, часто сталкиваются с тем, что общественность пытается всячески обесценить, и всячески как-то, ну может принизить наши результаты, какими-то такими пренебрежительными словами рукоделие, там рукодельница, ну хотя я не считаю это каким-то оскорбительным словом, но если для тебя это уже не хобби, да, это уже там твоя работа, твое дело, и как-то, ну это продолжается принимать как увлечение, хобби, постоянно спрашивают, а где ты работаешь, какая у тебя основная работа, и никому не приходит в голову, что это занимает все твое время, в том числе и свободное, и несвободное, поэтому, поэтому вот так, да, был такой случай. Напишите, было ли у вас что-то подобное, и как вообще вы с этим справляетесь, потому что здесь, конечно, нужно иметь очень такую, очень такую четкую позицию, очень четкую такую я-концепцию, просто понимать, кто вы, что вы делаете, для чего вы это делаете, видеть свою цель и просто к ней идти, потому что иначе, если все вот это слушать и все это воспринимать на свой счет, то можно просто сойти с ума и вообще ничего не делать, и просто сидеть, и да. Так, следующий вопрос. Совершаете ли набег на местный магазин пряжи, если окажетесь в другом городе или стране? Вы знаете, нет, как-то не было у меня такого ни разу, чтобы я где-то вот специально искала магазин. Как правило, все, что мне нужно, там, для какой-то моей идеи, я это быстренько ищу где-то в интернете, заказываю, либо я в магазинах, которые тут рядышком, ищу, и у меня нет такой проблемы, что мне какая-то пряжа нужна вот там для чего-то конкретного. Если же, а просто так покупать какую-то пряжу, потому что она мне понравилась впрок, неизвестно для чего, вот я пока так не делаю, это вот не мое, поэтому, тем более, когда я где-нибудь на отдыхе, на выезде, я не думаю об этом, я не думаю о вязании. Может быть, если бы мне нужна была какая-то пряжа, которую у нас, например, не достать или не купить, я бы где-то оказалась в том месте, где эта пряжа есть, возможно, я бы купила, если бы я знала точно, ну, как бы, если бы я знала точно, для чего она мне нужна. Ну, а так просто, вот нет, такого у меня не было никогда. Были ли у вас, были ли вы участником какого-то вязального мероприятия, какие впечатления? Я вот так могу вспомнить марафон Ярн Фуфан, как я уже говорила. На самом деле, это был мне очень крайне, это был крайне полезный для меня опыт. Это было несколько недель, я уже не помню сколько, может быть, пять недель или шесть. Каждую неделю были новые задания, и я вот за эти несколько недель столько научилась, я столько нового узнала, что просто... Это были такие концентрированные знания, я попробовала столько новых материалов, новых техник. Но вместе с этим это занимало и очень много времени, и очень много сил, поэтому сейчас уже я не могу себе позволить участия в таком именно, вот в таком формате, когда каждую неделю у тебя достаточно объемное большое задание, которое нужно сделать. Но на тот момент было мне это очень полезно, это было много вдохновения, и, еще раз повторюсь, много новой информации. Какие еще были мероприятия, я вот так даже не вспомню, мне кажется, что-то еще было, но я не помню. Ну, конечно же, конкурс «Золотая пуговица» в прошлом году, вы все за меня голосовали, большое спасибо. Я думаю, что это нельзя отнести к чисто вязальным таким событиям, но тем не менее. Вот, так, по-моему, вроде ничего, если что-то еще было, напомните, вдруг я просто забыла. Вообще, как-то я не участвую, я немножечко как-то таким особняком в этой вот рукодельной интернет-жизни нахожусь, я не участвую ни в каких совместных проектах, каких-то марафонах, вот как-то так складывается. Так, предпоследний вопрос. «Стирайте и сушите вязаные вещи по всем правилам или но его на батарее высохнет?» Вот именно второй вариант, да. Ну, игрушки я не стираю, я стираю, если что-то я связала, там, не знаю, шапку, шарфик. Если я вяжу для себя, то вот это прям очень точное выражение «но его на батарее высохнет», прям вот это точно. Когда я кардиган свой стирала, я его постирала, рукава оказались длинные, я его снова закинула в стирку, прибавила температуру, в общем, так. Вот, ну, а вообще, вот, по всем правилам, я даже, честно говоря, не знаю всех правил, я не знаю, как это всё нужно делать. ВТО, влажно-тепловая обработка. Влажную, я понимаю, нужно постирать, потом разложить, а вот тепловая, то есть, я никогда не гладила вещи, не отпаривала, ну, за исключением, может быть, салфеточек каких-то. Поэтому я даже не знаю этих правил, даже не знаю, как нужно правильно проводить вот ВТО кардиганов и, там, допустим, свитеров. Потому что шапки-шарфы я просто стираю и сушу потом на полотенчике. Так, самый крутой комплимент по теме вязания, который вы когда-либо получали. Вы знаете, мне очень много пишут невероятно добрых слов, и это всё, знаете, сливается в такой вот, один такой сплошной поток позитива, такую светлую какую-то волну, которая, наверное, до сих пор и меня несёт, и вообще вдохновляет. Поэтому над некоторыми, конечно, комментариями я просто иногда, не знаю, опускаю слезу, потому что это очень приятно, это очень здорово. Но, наверное, один из таких самых приятных комплиментов для меня, как для человека, который делает игрушки, это то, что ребёнок не выпускает твою игрушку из рук, что он её кормит, он с ней спит, он с ней гуляет, носит её в садик, одевает. В общем, наверное, для меня это вот самый-самый-самый важный, самый приятный комплимент, который только может быть. Ну и ещё, когда мне подружка говорит, классный кардиган, свяжи мне такой же. Вот и всё. Это были ответы на все вопросы. Получилось очень длинное видео, не знаю, буду как-нибудь резать, чтобы было не такое длинное. Надеюсь, вы хорошо провели время, надеюсь, вам было интересно, немножко весело. Большое спасибо за просмотр, я вам всем желаю творческого вдохновения, ровных столбиков и вообще классного лета. У нас лето стоит на дворе. И вообще, скажите мне, у вас летом как-то снижается ваша продуктивность в плане вязания? Или вы вяжете что-то более летнее? Вообще, что вы вяжете летом? Всё, увидимся с вами уже очень скоро. Всех целую, всем пока. Пока.